Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин и сегодня я расскажу вам, почему даже самому отбитому мизантропу необходимо общаться как можно с большим количеством новых людей. Поэтому не будем томиться в ожиданиях. Свет, камера, мотор! Свет, камера, мотор! Чтобы вы умнее или глупее. Чтобы слушали музыку, которую слушаете вы или такую, которую вы никогда не послушаете. Чтобы смотрели другое кино или ваше кино. Общайтесь с большим количеством людей. Впитывайте это. И даже если вы самый отбитый мизантроп, все равно вам необходимо впитывать эту информацию для того, чтобы понять, а мизантроп ли вы на самом деле. Может быть вы просто не любите людей из-за каких-то двух придурков, которые пнули вас под жопу в начальной школе. И вы обиделись на них и на все человечество. Хотя на самом-то деле вы были причиной того пинка себе по жопе и вы были виноваты. И если вы будете общаться с большим количеством людей, то естественно вы разберетесь в сути данной проблемы. И такой опыт намного интереснее, чем другие опыты в познании жизни. Это намного интереснее и продуктивнее, чем читать книги, чем смотреть кино, чем слушать музыку. Нет, естественно нужно читать книги, смотреть кино и слушать музыку. И делать это опять же в большом спектре. То есть разная литература, разный кинематограф, разные направления и жанры в музыке. Но общение с людьми намного важнее. Оно дает вам больше. Вы раскрываете свой разум больше. Вы даете революцию себе. Даже если вам не нравится общаться с человеком, даже по первому его слову, постарайтесь уделить ему время. Постарайтесь посидеть с ним, пробыть с ним один час, два часа неделю, чтобы насытиться его жизнью. Потом перейдите к другому, потом ничего к другому и так далее. Поглощайте информацию, изучайте людей. В любой момент вы же сможете просто стряхнуть их как пыль, если они вам надоедают. И все, и проблема решена. Переходим к следующему человеку. Ну или можете, естественно, его оставить, если уж он нам столько интересен. Тут уж решать вам. Самое главное, наращивать эту базу. Я не говорю, что у вас должно быть 10 тысяч, 100 тысяч, миллион друзей, с которыми постоянно поддерживаете общение. Нет. Я говорю, чтобы у вас в истории был этот миллион людей, с которыми вы общались, информацию о которых вы поглотили. Поглотили истории их жизни, их мировоззрения, их нравы, их мысли, их даже стиль общения. Потому что в том же самом языке показывается вся красота нации. И если ты знаешь много языков, значит ты более, понятное дело, развит. Потому что ты и думаешь совершенно на другом уровне. Так же и с людьми. Нужно думать другими головами. Нужно понимать, как они работают. И тогда жить как минимум будет интересней. И не будет такого большого количества ошибок при взаимодействии в дальнейшем с людьми. Так что последуйте данному совету и начинайте общение. Ну а с вами был, есть и будет всегда Данила Рыжкин, ваш философ на ютубе. Всем спасибо. Всем дизлайк. Субтитры создавал DimaTorzok